26 апреля 1986 года в 1 час и 23 минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Сразу же погибли два сотрудника станции. Здание 4-го энергоблока было практически уничтожено. Крышку реактора, бетонную плиту весом около 1000 тонн сорвало с постамента. Около 190 тонн радиоактивных веществ, топлива и отходов были выброшены в атмосферу. Сегодня за аварией на Чернобыльской атомной электростанции плотно закрепился титул самой большой радиационной катастрофы в истории человечества. Однако такое ощущение и понимание произошедшего сложилось не сразу. По мере развития ситуации в разрушенном блоке, как в живом существе, для боровшихся с последствием аварии людей поступали все новые черты. С вами военная техника 2 и сегодня мы вновь вспоминаем историю и хронологию событий аварии на ЧАЭС и начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Сотни тысяч людей участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Они получили незабываемое впечатление, нестираемый ядерный загар и очень ненадежную помощь от государства. Ликвидаторы. Так называли те, кто пытался минимизировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Около 600 тысяч людей со всего СССР могут назвать себя ликвидаторами. Самыми первыми на устранение последствий взрыва работали сотрудники станции. Пожарные и милиционеры. Все они были обречены. Двое погибли сразу при взрыве. Еще несколько десятков человек умерли в течение нескольких недель после аварии. Со всех уголков страны к Чернобыльской АЭС съезжались тысячи людей. Специалисты химики и физики. Военные из войск радиационной, химической и биологической защиты РХБЗ. Солдаты-срочники, строители-бульдозеристы, водители-крановщики, сварщики. Тысячи и тысячи людей. Малонаселенная сельская местность превратилась в огромный жилой лагерь. Всюду палатки, бараки, стоянки, техники. Проселочные дороги забиты снующими туда-сюда грузовиками, машинами химической разведки, бронетранспортерами, бульдозерами и самосвалами. Тысячи тонн строительных материалов, целые поезда со сменными бригадами, большие шишки из московских министерств. Все это устремлялось к эпицентру катастрофы. Правительство взялось за решение проблемы масштабно, не жалея денег и сил. Но несмотря на обилие новейшей техники, главной движущей силой процесса были люди, специалисты и простые работники, которые своими руками исправляли последствия этой чудовищной катастрофы, не давая разрастись и до мирового масштаба. Именно они получали свои страшные дозы радиации, хронические болезни, проблемы на всю оставшуюся жизнь. Основная часть работ была выполнена в 86-87 годах. В них приняли участие примерно 240 тысяч человек, а всего чернобыльцами могут считать себя почти 7 миллионов жителей бывшего Советского Союза. Максимальная доза радиации, которая позволялась набирать ликвидаторам, 25 рентген. Это составляло примерно половину допустимой дозы для военнослужащих при действиях на зараженной местности 50 рентген. Порог острой лучевой болезни, грозящей летальным исходом, начинается где-то на уровне 100 рентген. Каждый день дозиметристы вписывали в личные карточки полученные дозы, и когда общая превышала норму, работа ликвидатора в зоне считалась законченной, и он отправлялся домой. Но не всегда вовремя пребывала смена. Часто данные в карточках занижались, а фон вблизи станции был настолько нестабилен, что даже люди, находившиеся в одной группе на расстоянии 50 метров друг от друга, могли получать совершенно разные дозы, и эффективно проконтролировать это даже с помощью индивидуальных дозиметров было невозможно. Солдаты-срочники, чистившие в первые дни после ликвидации пожарокрышу третьего энергоблока, могли получить максимальную дозу за полчаса работы. Стоило только на пару секунд взять кусок графитового стержня поглотителя, заброшенного сюда взрывом 4-го энергоблока. Уровни радиации и, соответственно, доза в пределах 30-километровой зоны вокруг взорвавшегося 4-го реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году различались между собой в миллионы раз от нескольких десятых миллирентген в час на южной границе зоны до сотен рентген в час в некоторых местах на самой АЭС. С техникой было сложнее. Техника не люди. Она железная. Радиацию накапливают в пыли, лежащей во всех швах и под колесными арками в металле, в резине, везде. На всех выездах из зоны были устроены дизиметрические посты, которые мерили всю выходящую технику. Если фон превышал допустимые показатели, машину отправляли на ПУСО, пункт специальной обработки, где специальные поливочные машины. Ребята, с головы до ног укутанные в резину, мыли их с бронзбойдов мощной струей воды с дезинтивирующим порошком. После каждой мойки приводили новые замеры. Если после трех раз машина продолжала звенеть, ее отправляли в могильник, а пассажиры добирались до места дислокации пешком. Пункты по зоне были разбросаны не просто так. Основной каскад состоял из четырех пунктов. Капачи, Лилев, Рудня-Вересня, Детятки. Каждая из следующих ПУСО пропускала дальше от АЭС, и все ближе к миру нормальному. Только машины со всем меньшим и меньшим уровнем радиации на них. Техника порой служила гораздо меньше людей. Сотни грузовиков, тракторов, бульдозеров, бронетранспортеров и вертолетов нашли свое вечное пристанище на могильнике. Ликвидационное мероприятие включали две основные составляющие. Возведение саркофага над уничтоженным энергоблоком для предотвращения дальнейшего распространения радиоактивных веществ и деактивации уже зараженной территории. Помимо этого, на широкую ногу была поставлена радиационная разведка, которой занимались как военнослужащие войск радиационно-химической и биологической защиты, так и гражданские специалисты. Они тщательно проверяли фоновые уровни и уровень заражения почвы и воды во всей зоне отчуждения и за пределами. Именно на основе их данных принимались решения о проведении тех или иных работ и отселении жителей. Самыми опасными были работа в непосредственной близости от разрушенного реактора, где и были сосредоточены основные запасы выброшенного взрывом радиоактивного топлива. Верхний слой земли снимали с помощью бульдозеров с бронированными усеченными кабинами, только для водителей. Кабины укрыты листовой броней с маленькими освинцованными оконцами. Несколько огромных зеркал заднего обзора установлены на радиаторе, двери и переднем бампере. Позднее стали применять и радиоуправляемые машины советского и японского производства. Затем схожим образом оборудованные экскаваторы засыпали грунт и металлические контейнеры. Рабочие закрывали крышки и краны, грузили их на большие грузовики, чтобы затем захоронить в специально отведенных местах. Все работы производились строго по времени, иногда одна рабочая смена не превышала пяти минут. Помимо уборки грунта, массово пилили и закапывали деревья. Отмывали дороги, стоянки техники, чтобы максимально снизить количество радиоактивной пыли, разносимой вместе с транспортом. Но основная работа – это, конечно же, возведение объекта укрытия. Он был сооружен за рекордно короткий срок – 206 дней, силами почти 90 тысяч человек. Циклопический саркофаг включает в себя 7 тысяч тонн металлоконструкции и почти 800 тысяч тонн бетона. Здесь работали сварщики, резчики, крановщики, рабочие и строители, сотни водителей и операторов тяжелой техники. Оперативная разработка проекта и руководство строительством лежало на плечах 605-го управления специального строительства Министерства среднего машиностроения СССР. Именно эти люди ценой невероятных усилий и собственного здоровья предотвратили развитие катастрофы. Сдержали радиоактивную заразу в минимально допустимых рамках. Почти 95% выброшенного радиоактивного топлива находится в пределах укрытия. Основной состав ликвидаторов из различных частей, подразделений, а также гражданских специалистов размещался за пределами 30-километровой зоны отчуждения. Людей старались размещать по розе ветров в самом благополучном АТС направлении, в Южном. Поэтому каждый рабочий день включал в себя длительные поездки туда и обратно. Распорядок дня был таков. Подъем в 6 утра, приведение в себя в порядок, завтрак. В 7.00 погрузка в автотранспорт, в 8 уже на Чернобыльской АЭС. Получали дозиметры химические разведчики, определяли степень заражения тех мест, где будем работать. И в зависимости от радиоактивного загрязнения этих мест, планировалось время, в котором мы будем работать. Час, полтора часа, два часа. За время работ в полку ни разу не слышал, чтобы кто-то из ликвидаторов отказался ехать на Чернобыльскую АЭС. Надо, значит надо. Работать на станции считалось очень престижно. Поэтому каждый комбат стремился, чтобы его батальон работал на Чернобыльской атомной электростанции. По воспоминаниям ликвидаторов, одно из самого неприятного, что могло случиться, были отрицательные решения на посту дозиметрии, который выпускал транспорт из зоны. Если уровень излучения превышал допустимый даже после отмывки, то машину не выпускали за пределы поста. А это значило, что экипажу и рабочим теперь приходилось убираться на попутках, потом решать проблемы с транспортом уже в расположении. Однако работа на Пусо тоже была не из легких. Приходилось работать в самую жару закутанными в резиновые плащи. Полные комплекты ОЗК, не снимая респираторов и очков, излетящих во все стороны брызг и водяной пыли со взвесью радиоактивных частиц. Но не всем ликвидаторам удавалось разместиться в относительно безопасных местах. Самые ценные и необходимые кадры проживали прямо на станции в непосредственной близости от самого разрушенного четвертого энергоблока. Вход в подвал ничем не примечателен. Тускло светят лампочки в тяжелых проволочных плафонах. Тенями вдоль стен скользят люди. Голоса приглушены, слышатся словно сквозь вату. После очередной пары задраиваемых дверей вхожу в большую комнату, размеры которой оценить трудно из-за полумрака. Очень влажно. Циркуляция воздуха почти не ощущается. Мешают деревянные двухэтажные нары в несколько рядов. На них спят люди. Здесь расквартированы наиболее востребованные кадры. УС-605. Кроновщики, экскаваторщики, сварщики. Те, кто всегда на расхват. Те, кто уже самостоятельно светятся по ночам от постоянного переоблучения. Поэтому им света не нужен. Отдельные нары завешаны простынями. Под края у многих подоткнуты сохнущие портянки. Белье. Негромко жужжит электропритва. Мужик с непосредственно белым и пыривым видом лицом сидит на нижних нарах, монотонно раскачиваясь вправо-влево. Увидев меня, он прекращает качаться и извиняющимся тоном говорит. Сон потерял. Разницу между днем и ночью уже не определяю. Живу только от смены к смене. Число какое сегодня? 6 августа. Я протягиваю ему сигареты. Он тут же жадно закуривает, не скрываясь. Работа ликвидаторов – это свидетельство мужества и героизма мирного времени. Самая масштабная экологическая катастрофа была побеждена благодаря неимоверным усилиям обычных людей. Из-за взрыва погибли двое сотрудников станции. Еще 29 человек умерли в течение месяца в московских клиниках из-за последствий острой лучевой болезни. В последующие годы непосредственно от радиационных факторов погибли более 60 человек. Еще десятки стали жертвами несчастных случаев. ДТП, аварии на строительной площадке. Во время операции по ликвидации последствий аварии. Тысячу людей так или иначе страдают от приобретенных заболеваний щитовидной железы, болезней системы кровообращения, психоневрологических расстройств долгие годы после аварии. Из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции значительная часть Киевской и Житомирской областей Украины, большая территория в соседней Белоруссии и часть Брянской области России оказались подвергнуты радиационному заражению, что повлекло за собой отселение людей и введение специального пропускного режима. Были отселены полностью два крупных города, Припять с населением около 50 тысяч человек и Чернобыль с 13 тысячами населения. Множество деревень и сел в зоне отчуждения перестали существовать. Их жители стали вынужденными беженцами на обеспечение государства. Более 350 тысяч человек подверглись переселению сразу после аварии. Немногие рискали вернуться домой. Около полутора тысяч человек вскоре после трагедии заселились в свои дома. В основном это были люди пожилого возраста, которым тяжело было оторваться от корней, которым не могли помочь родственники на большой земле. Сегодня в зоне отчуждения живет около 33 сот человек, не считая тех, кто работает вахтовым методом. А их около пяти тысяч. Именно авария на Чернобыльской атомной электростанции поставила под вопрос дальнейшее развитие атомной энергетики. Развитие страны начали рассматривать использование альтернативных методов добычи энергии. Строительство АЭС по всему миру приостановилось. Поднялась широкая общественная дискуссия о допустимости экологических рисков, связанных с деятельностью АЭС. Ядерный сектор наиболее развит в европейских странах. Например, во Франции доля АЭС в общей выработке более 70%. В Литве Игнолинская АЭС вырабатывала больше энергии, чем потребляла вся страна. Всего в мире доля мирового атома около 3%. Однако до сегодняшнего дня все альтернативы атомной энергетики обладают внушительным набором минусов. Этот тип энергетики позволяет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. И при нормальной эксплуатации несет значительно меньше рисков для окружающей среды, чем другие типы энергогенерации. И пока термоядерный синтез остается недостижимой мечтой человечества, мы будем свидетелями развития мирного атома. А с вами была Вайна Техника 2. Всего вам доброго. Вечная память всем ликвидаторам. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok